Обращайся в молитве к Богу Мы видим, Господь открывает перед нами те высоты, высоты духовного совершенства, которые Он хотел бы видеть в жизни каждого из нас. Те ступени, которые мы видим, ведущие сюда, на эту платформу. Мне бы хотелось, чтобы их было больше, поскольку у нас будет еще много вечеров и много программ. И мне бы хотелось, может быть, чтобы мы даже наклеили название каждой ступени. Может быть, было бы хорошо даже здесь, на сцене, на платформе поставить настоящую лестницу. И на этой лестнице подписывать каждую ступень. Потому что я не хочу, чтобы кто-либо из нас забыл те шаги, которые ожидаются от каждого из нас. Я верю, что у каждого из вас в руках Священное Писание. Мы вспоминаем те шаги на лестнице духовного восхождения, которые ожидаются от каждого христианина. Первая ступень – это духовная пауза, духовная остановка. Вторая ступень – когда, осознав свое положение, мы говорим «Я заблудился», «Я потерян, Господи». Третья ступень, которой ведет Господь нас – это признание своей греховности и желание освободиться от этой греховности. Недостаточно остановиться на второй ступени. Недостаточно признать, что «Я плотский человек». Это трудный шаг. Но сделав этот второй шаг, надо делать и третий шаг. Для того, чтобы освободиться от этих плотских устремлений, от этих соблазнов, от этой тяжести греховной вины, которая давит нас вниз, которая лишает нас радости духовной жизни. Наполняет нас бесовским духом. Мы говорим «Господи, хотим сделать следующий шаг, третий шаг, подняться на третью ступень в нашей жизни». Это ступень полного разворота. Третий шаг – полный разворот. Осознав, что мы заблудились, на второй ступени мы разворачиваемся и говорим «Господи, я хочу совершенно иную жизнь теперь, я хочу быть другим человеком, я хочу, Господи, чтобы мне теперь жить жизнью обновленной». Вы помните, когда апостолы проповедовали весть спасения, весть, которую открыл им Дух Святой и дал им силу в деяниях апостольских. Посмотрите «Деяния апостольские», откройте вторую главу, 37 стих. Я заметил, что чем больше люди следуют за проповедником в Слове Божьем, открывают и находят ту страницу, ту главу, которую им нужно, тем меньше соблазна заснуть во время проповеди. Поэтому всех побуждаю, всех, кто может быть в домах смотрит или здесь в зале слушает «Деяния апостольских». Вторая глава, 37 стих. Когда услышали люди весть, обращенную к ним, весть о том, что Христос есть Господь и Спаситель. Первый вопрос, который звучит у них, вопрос, который важен сегодня и для нас. Что нам делать, мужи, братья? Иными словами, обнаружив, что я еду не в ту сторону, я заблудился, я говорю, что мне делать? Я достаю эту карту и спрашиваю, куда дальше? Куда дальше? Как мне выбраться из этого заблуждения, в котором я оказался? Куда мне идти дальше? Что делать, Господи? И Господь дает ответ. Господь не желает, чтобы это было осознание, просто движимое страхом. Вы знаете, мне приходится, как служителю церкви, проводить беседы с людьми, которые оказываются в разного рода ситуациях личных. И как-то не так давно ко мне обратился мужчина и говорит, «Пастор, мне нужна ваша помощь. Я проявил неверность своей жене. Я согрешил с другой женщиной. Теперь я боюсь, что моя жена меня бросит, и тогда я не смогу своего ребенка видеть. Я боюсь, что я останусь один. Помогите нам примириться». Я должен был сразу остановить этого человека и сказать, друг мой, «Я вряд ли смогу чем-то вам помочь, если вы пришли сюда просто потому, что вы боитесь. Если вы боитесь того, что лишитесь этой семьи, если вы боитесь, что потеряете своего ребенка, я ничем вам не смогу помочь, это не тот дух, который ожидает от вас увидеть Господь». Валаам боялся за свою жизнь. Это не было его подлинное раскаяние. У него был страх за свою жизнь. Он боялся смерти. Иуда Искариот, он исповедал свой грех, но это был ужас перед проклятием, которое могло обрушиться на него. Фараон, мы помним, он был готов каяться. Он был готов каяться. Он был готов оставить свое упорство. Почему? Потому что ему не нравились все эти мерзкие язвы, которые обрушивались на его землю. Страх, ужас – это не причина для того, чтобы развернуться и отправиться в другую сторону, изменить свою жизнь. Это не поможет. Я помню, как читал у одного из классиков о том, как племянник, я могу ошибиться, но мне кажется, это рассказ Лескова, как племянник вспоминает, как он приезжал в гости к помещику своему. Помещик этот был человек состоятельный. И каждый выходной он отправлялся в кабак. В этом кабаке он запирался, приглашал музыкантов, заказывал вина и водки, несметное количество. И в этом угаре, пьянстве и разврата он превращался в самое настоящее животное. Он терял человеческое обличие. И племянник в своих воспоминаниях пишет, что на следующее утро воскресенья я, как правило, видел его стоящим в углу перед иконостасом своим домашним на коленях, где он перед свечкой молился о том, чтобы Господь простил его согрешение, которое он совершил накануне. Друзья мои, если это мы делаем сознательно, если покаяние наше, это лишь рутина для того, чтобы снять с себя чувство вины, нет в том никакой пользы. Нет в этом никакой пользы. Нам нужно то покаяние, которое дано нам как пример покаяния Давида. Давид согрешив, он не боялся последствий своего греха. Он идет в этой молитве к Богу, потому что он увидел ту грязь в своей жизни, он увидел мерзость своей души. Он идет к Богу, и он не просит его освободить от наказания или последствий этого греха. Он просит его, посмотрите, Псалом 50, откройте, Псалом 50, замечательный Псалом. Выучите его наизусть, этот Псалом, потому что в этом Псалме открывается для нас вся суть, весь смысл этой третьей ступени. Это его слова. Псалом 50, стих 4. Он говорит Господу, «Многократно омой меня, Господи, от греха очисти меня, Господи, окропи меня и сопом, омой меня, сердце чистое сотвори во мне». Он говорит, «Господи, я не потому к Тебе пришел, что я боюсь, что в моей жизни наказание за этот грех будет. Нет, я не хочу больше идти в эту сторону. Мне нужен этот полный разворот. Я хочу чистые мысли, чистое сердце, Господи, хочу. Возьми меня в свои руки, очисть меня. Не хочу возвращаться, Господи, больше в эту мерзость греховной жизни». И когда я читал эту молитву, вновь и вновь, недавно перечитывая ее для себя, я вспомнил, как в детстве нам приходилось мыть посуду дома. Несмотря на то, что у нас дома было шесть детей, трое девочек, трое мальчиков, мальчикам доставались все те же обязанности, которые должны были делать и девочки. Не было разделения труда никакого. И выпадала и моя очередь мыть посуду. И вспоминая о том, что дома не было ни горячей воды, ни холодной воды не было. А была лишь чашка большая, таз, и надо было на газе скипятить кастрюлю воды. И поскольку неудобно было мыть каждый раз после каждого приема пищи, получалось так, что в мой день, может быть, и в другие дни накапливалось много посуды после шестерых детей, да и родителей, я стоял перед этой кучей тарелок, наливал воду в этот тазик, в котором надо было мыть эту посуду, брал губку эту в руки, начинал мыть. И вы представляете себе, что перемыв первый раз, еще до полоскания все эти тарелки, я смотрел на эту воду, вид был не самый приятный. Я смотрел на эту губку и знал, что в ней собралось столько всякой грязи, столько всяких отходов. Теперь мне надо было идти на второй этап. Мне надо было заново вымыть этот тазик, налить чистой воды. Но если я знал, я эту губку хорошо не вымою, то не будет прокуя от этого полоскания. Я помню, как тщательно надо было выжать эту губку, как тщательно надо было из нее выжать всю эту грязь, всю эту мерзость, все эти отходы для того, чтобы наполнить ее чистой водой. Я подумал, именно об этом молился Давид в своей молитве покаяния. Он говорил, Господи, возьми меня как эту губку, выдави из меня всю мерзость, все мои мысли пошлые, всю критику эту, Господи, все недовольство. Столько у меня недовольства, Господи, столько недовольства, я стольким недовольна, я недовольна, как в церкви у нас поют, я недовольна, как та сестра одевается, недовольна, какая молодежь сейчас, раньше в сто раз лучше были, Господи, недовольна я, как и все в церкви делается, и дома дети у меня постоянно покоя не дают, а Господь говорит, возьми губку своей жизни, выдави из нее все это недовольство, всю эту грязь, все это отчаяние, выдави из нее все, приди, Господу, пустым сосудом, скажи, Господи, наполни меня, сотвори во мне, посмотрите, как красиво Давид говорит, сотвори, он не говорит, измени мое сердце, правда? Что он говорит? Сотвори, заново сотвори, возьми, выбрось, Господи, все то, что было новое, дай мне сердце, новое, чистое, что же нам делать, когда мы находим себя в этом грехе, что нам делать? Ждать, ждать, когда мы изменимся, ждать, когда мы станем лучше, или бежать? Бежать к Богу, бежать ко Христу. Я хотел бы, чтобы каждый из нас на этой ступени задал себе этот вопрос, что я делаю, жду или бегу ко Христу? Жду, что я изменюсь сам, что я исправлюсь. Помните, как Никодим льстил себе, что в его жизни, когда Христос сказал ему, тебе надо умереть и родиться вновь, а он с сарказмом, мне кажется, обращается к Христу и говорит, да как же я взрослый человек, да как же я, да как же я адвентист, да как же я христианин после стольких лет, да как же я, как пастор церкви, смогу снова войти в утробу матери моей, да родиться, да начать все с самого начала. Именно этого Христос сегодня ожидает от нас, как он ожидал и от Никодима, чтобы нам не льстить себе, что в нашей жизни все хорошо и все благополучно. Только Господь может дать нам этот дух, это желание полного разворота. Откройте деяния апостольские, посмотрите, как апостол Павел в 5 главе в 31 стихе говорит, деяния, 5 глава, 31 стих, он помогает нам увидеть, что невозможно ждать, невозможно надеяться, что что-то в нас изменится или преобразится. Он говорит о Христе, Его, то есть Иисуса Христа, возвысил Бог, чтобы дать Израилю, что дать Ему? Покаяние дать. Оказывается, даже покаяние невозможно нам самим родить в себе. Покаяние только приходит через силу Божию, когда, осознав свои поступки, осознав свою жизнь, мы не ждем, а мы бежим ко Христу, бежим и говорим, Господи, возьми мою жизнь, измени мою жизнь, дай мне это желание покаяться, дай мне, Господи, полное изменение, точно так же, как блудный сын. Блудный сын не писал отцу письма для того, чтобы сначала заручиться прощением отца. Блудный сын не звонил отцу и не говорил, ты знаешь что, я был, да, действительно, я был виноват, но моя жизнь налаживается сейчас уже, мне кажется, я уже сейчас как-то упорядочил свои финансовые дела и нравственные, уже от всех этих женщин отказался, развратных вокруг себя, можно мне к тебе назад вернуться? Нет, он не ждал, он не ждал возможности заручиться прощением отца. Почему? Потому что он знал своего отца, он знал, что подошел тот момент, когда он должен развернуться и зная характер отца своего, зная любовь отца своего, зная, как отец его стоит и ждет его, он идет, не должна, он идет в этой грязной одежде, вонючий идет, воняет он этими гетками, которыми свиней кормили, он идет к отцу, такой, какой он и есть в своих грехах. Почему он идет к нему? Потому что он знает, отец его любит, если отец его любит, то отец его примет, примет таким, какой он есть, примет и простит его, примет и даст ему силу, вы помните, как отец отец не отправляет его для того, чтобы он себя заработал на новую одежду, что отец говорит, принятите, он говорит, новую одежду, дорогую одежду, лучшую одежду, одежду праведности, которую он не заслуживает, дайте ему, потому что он вернулся ко мне, дайте ему, потому что он грязный, но он пришел ко мне во грехах своих, дайте ему эту чистоту, которая обещана нам. По меркам человеческим нам кажется, у нас все в порядке. Когда мы сравниваем себя с людьми, окружающими нас, у нас все благополучно. Посмотрите, как Елена Вайт в книге «Путь ко Христу» пишет. Пьяницу презирают и говорят, что его грех закроет ему доступ в небо. Говорим мы это? Говорим мы это? Говорим мы это? Даже как пасторы, как служители церкви мы говорим это. В то время продолжает она, как гордость, эгоизм и зависть слишком часто остаются даже без упрека. Когда мы последний раз слышали о том, что человека исключили или отлучили от церкви за гордость его. Да как-то мы считаем это грех невеликий. Да мы считаем, что нет в этом ничего особенного. Друзья мои, это корень всякого греха, когда в человеке живет гордость, потому что именно эта гордость не дает нам возможности развернуться, изменить свой курс и идти к Богу. Игнатий Бринчанинов отмечает, не думай ни о каком грехе, что он маловажен. Всякий грех есть нарушение закона Божия, противодействие воли Божьей, попрание совести, поднимайтесь дальше по этим ступеням, невозможно самим измениться. Послушайте, как вновь Елена Вайт продолжает эту мысль и говорит, если осознаете свою греховность, не ждите, пока исправите себя, посмотрите, как много людей считают себя недостойными прийти ко Христу. Неужели вы надеетесь своими усилиями исправить себя? Может ли Ефиоплянин изменить кожу свою? Хороший вопрос. Один из моих хороших друзей, чернокожий адвентист с Аляски. И он мне всегда говорит, ты знаешь, Петр, я русский чернокожий, он мне говорит, потому что Аляска всегда России принадлежала. И несмотря на то, что я родился на Аляске, родился чернокожий, я русский, он говорит, чернокожий. А я смотрю на него, улыбка у него до ушей, такой он добрый, такой он хороший, но я смотрю, какая у него красивая черная кожа. И думаю, ну сколько бы он ни старался, наверное, русским он никогда не сможет стать в любом случае. Господь спрашивает, можете ли вы изменить цвет кожи своей? Может ли Барс изменить пятна свои? Лишь только милость Божия, благость Божия ведет нас к покаянию. Когда мы смотрим на Христа, на кресте Голгофском, и знаем, он проявил великую любовь ко мне. Он умер на этом кресте за меня. Я должен был там умереть. Он умер там за меня. Как я могу жить во грехе? Я никогда не забуду, как мама моя рассказывает мне вновь и вновь, когда в родильном доме родился я, ее сын, третий сын, и как накормили меня какой-то холодной, холодным питанием там, и как попала ко мне инфекция, и когда она говорит, я видела тебя в жару лежащим в этом родильном доме, врачи говорили, надежды мало на его выживание, инфекция настолько сильная, что он вот-вот может умереть, она говорит, я так молилась, и говорила, господи, сделай что-нибудь, чтобы мне не потерять сына моего, врачи сказали, нужна особая группа крови, у меня действительно очень редкая группа крови, проверили всех, нашли эту группу крови отца, мы его и спросили, естественно, он сказал, что угодно, что угодно, возьмите мою кровь, дайте эту кровь моему сыну, чтобы мой сын мог жить, прошли многие годы, но когда я вижу своего отца, я знаю, я живу благодаря его крови, наш небесный отец за меня пролил свою кровь, чтобы я развернулся и шел к нему навстречу, давайте помолимся, если это желание вашего сердца сегодня, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты за нас, Господи, пролил свою кровь, Ты дал нам эту кровь, как дар, как заверение в том, что Ты принимаешь нас такими, какие мы есть, чтобы дать нам жизнь вечную, дать нам одежду праведности, Господи, когда мы поднимаемся на эту третью ступень, помоги нам развернуться от греха и обратиться к Тебе, чтобы иметь в Тебе спасение, жизнь и радость. Во имя Христа опроси. Аминь. 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 Обернется счастьем необятным Друг с неуловимой быстротой. Иногда мы слезы льем напрасно От того, что будущность в англии Кажется тяжелой и опасной. Жизнь на этой суетной земле Лет давно для жизни семь десятков. Восемь, коль здоровьем мы сильны, Труд, болезаводы, неполадки Мы летим к родам иной страны Труд, болезаводы, неполадки Мы летим к родам иной страны Мы летим к родам иной страны Страха нет и нет житийских гроз Светит радость благостным сияньем В той стране, где все во всем Христос Стоится спасителем трудиться И за правду Божью постоять Чтоб навеки с ним соединиться И хвалу спасителю воздать Чтоб навеки с ним соединиться И хвалу спасителю воздать Благодарю вас, что вместе с нами Вы стали участником программы Свет надежды Вместе с нами вы поднимались По ступеням духовных истин Я верю, что это слово Произведет перемену вашей жизни Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам О ваших молитвенных нуждах Мы получаем сообщения от людей С разных стран, с разных мест Сообщения о том, как сила Божия Произвела перемену в их жизни Как они изменились духовно Как они окрепли физически Пишите нам Мы будем молиться вместе с вами Я верю в силу молитвы Я верю в силу Божьей благодати Вы можете писать нам также Для того, чтобы получить уроки По изучению Священного Писания Вы можете писать по тем адресам Которые указаны на экранах телевизоров А также по электронному адресу Info.sobachka.svet.tv Пусть Господь благословит вас В изучении Его Слова Пусть Господь благословит вас